Итак, у нас, опять, в циклах защитных псалмов, значит, у нас 23-й псалом, который все знают, на самом деле, почти наизусть. Ну, ровно потому, что почему-то во всех синагогах этот псалом читают 23-й в Каббалат-Шаббат, причем, почему читают Ашкиназы «Тайна себя велика есть», потому что, вообще-то, в Каббалат-Шаббат при встрече субботи 23-й псалом читают Сефарды. И хасиды, которые по Нусу Хусфарат молятся, а Ашкиназы его перемещают в сборник пений во время Сауды, этот псалом. Ну, я считаю, это его субботием. Поэтому его все знают, естественно, и как бы, как бы, но даже, я говорю, вот, даже в Маханаевской синагоге, которая вроде бы Нусу Хаскиназ, даже там его шмизморный Давид почему-то обязательно поют. Наверное, нравится. Значит, 23-й псалом считается, что нужно знать наизусть. И достаточно количества народа его таки, да, знают наизусть. Ну, и давайте мы его прочтем и поговорим про него. Думаю, что мы не очень длинно будем сегодня этим заниматься, но, тем не менее, по-моему, очень удобно. Значит, Псалом настолько известный, что если вы откроете тюбик и загоните в него 23-й мизмор Кавгима, то там куча народа вам его споют. Мотив будет почти у всех один и тот же. Есть такой устоявшийся мотив. На него поют почти все. Хотя есть другие вариации, но все равно к этому возвращаемся. Итак, Мизмор Значит, вот это первая часть, первые четыре стиха, это первая часть. Мизмор Ледавид, Хашем, мой, ну пастух вообще, правильно, но пастырь принято, когда говорит про людей, говоря слово пастырь. Мой пастух, Лоэ Хасар, такой специфический еврейский глагол, у меня не будет лишений, и только я ничего не лишусь, вот такой вот смысл где-то, у меня не будет лишений. Биноот, Дэши Ербецэми, Наава, это вообще идеальный перевод слова Наава, Навэ, это оазис. По этому поводу, так, на зеленых, на травяных оазисах он укладывает лагарбиц, это, ну, скот приходит на кладбище, ложится, значит, и начинает спокойно себе щипать травы. К водам тихим приведет меня Наавши Ешовеев, значит, тут есть некоторое сложное слово, потому что глагол Шовеев, он, большинство случаев это так или иначе связано с возвращать, но также немножечко и хулиганить, хулиганить в смысле баловаться, он дарует радость, это одновременно и радость, и покой. То есть дарует вот, ну, такой вот веселье, но такое несколько шаловливое веселье. Он будет вести меня по тропам верным или справедливым. Магаль в библейском иврите – это тропа. Слово «круглый», ну, тот, кто был у нас тут, например, в пустыне, вот, которая у меня за спиной, то он может посмотреть на то, что называется Миролины. Это такие тропы овечьей, которые кругами вокруг горы ходят, такими спиралями. Поэтому слово «круглый» он здесь. По хорошим, удобным тропам ради имени своего. Даже если я пойду в ущелье Смертный или… Вообще здесь нужен Раше Цалмавет, он правильно говорит, что слово «цалмавет» всюду означает просто тьма. То есть в темном ущелье. В угорицком языке, в шумерском языке Цалмавет – это просто тьма. Но так как это иврит, то я могу легко доказать, что давление слова «мавет», которое здесь «смерть», она и в библейском иврите уже вот этот оттенок смертная, смертная тьма, тень смертная, он уже в библейском иврите появляется. Причем, вот заметим, вот эта вот метка, которая вот здесь стоит, похожая на греческую «мю», значит, это долгое-долгое чтение. То есть вот это слово нужно прочесть, пропеть долго, ему надо протяжно пропеть. Со мной я не убоюсь беды или несчастья, ибо ты со мной. Твой посох и дубина, шевет – это дубина, это стипетр, например, и посох, они енахамуны ленахэм – это утешать, но вот это очень хитро, это продолжительное утешение, когда один утешает другого. Как бы понятно, что лирический герой себя воспринимает как овечку, так грубо говоря, ну, более-менее ясно. И у него есть пастух Всевышний, который дарует покой, дарует сытость, укладывает на пастбищах зеленых, при этом он защищается, защищает, потому что дубина – это орудие в руках у пастуха, в котором он защищает стадо, а посох – это указывает дорогу, подталкивает стадо на правильный путь. Значит, это первая часть. Насколько она старая, ну, давайте так, вообще вот эта идея о том, что Всевышний пастух, а мы, там, его стадо, наверное, в десятке псалмов оно повторено. Ну, скажем, ну, вот, ну, из самых, из... Это стандартно, а мы его, и, ну, скажем, только в книге псалмов, наверное, 5-6 раз повторяется этот мысль, этот образ. Ну, и у других, это самое, у других пророков тоже. А вот вторая часть. Ты накрываешь передо мной стол, когда кругом враги, ну, дословно, против врагов, ты умощаешь мою голову маслом. Давайте так, когда-то, значит, здесь Всевышний выступает в роли хозяина, а герой, о котором идет речь, он как бы гость. И там один из обычаев, когда гость, когда хозяин принимает гостя, он его кормит, укладывает спать, ну, вполне закон о гостеприимстве, но среди всего прочего дает масло по тем временам, это, когда вы видите масло, которым льют на голову, то это ближе к духам. Просто дело в том, что в те времена духи делились на масляной основе, а не на спиртовой, как сегодня. Хотя, впрочем, и сегодня делается на масляной основе довольно много духов. Это духи, это не просто масло, это масло ароматное, ароматизированное. Кому интересно, пусть прочтет состав храмового масла, он много где приведен, ну, в том числе и в Сидуре его читаем. Значит, и «Моя чаша полна». Только добро и благо будут повторяться в моей жизни. Вот слово «настичь», которое я здесь перевел, Гердокфуни, это дань принятому переводу, хотя слово «радав» имеет еще одно значение. В библейском иврите, например, «цедок-цедок-цедок-тердов» или «хашем мавакешет нирда». Это повторяемость действий, чтобы одно повторялось за другим. Меня раз за разом ко мне приходит добро и покровительство во все дни моей жизни. «И я вот долгие годы вот буду приходить или возвращаться в дом Хаше». Точка. Он короткий, шесть стихов. Значит, по Шиму Шадгелин, по книге Шиму Шадгелин, и по любому каббалисту, которого вы только не возьмете, этот псалом читать надо, когда страшно. Причем неважно даже по какому поводу страшно. Когда страх необъяснимый, когда страх, ну не знаю, нечистой силы, например, у кого-то бывает. Этот псалом надо читать, когда идут, скажем, в Шиму Шадгелин, например, говорится, что когда идут темнотепы незнакомой местности или по месте, которое опасаются. То есть это воспринимается как весьма защитный псалом. Вот если следующий, 24-й псалом, Ладавид Мизмор, он воспринимается скорее как о благополучии, извините, пожалуйста, Если следующий псалом, 24-й, легко запомнить, этот Мизмор Ладавид, а тот Ладавид Мизмор, он читается не столько при опасности, сколько для благополучия в доме. И вы его регулярно можете увидеть в домах, написанной прямо на стене, висающей красивым шрифтом. Вот этот вот псалом, Ла Шем Хара Цум Ла Тебель Ва Йесшвей Ба, значит, Господня Земля и все исполняющие ее вселенные, пребывающие в ней, то это скорее в такого сорта книгах рекомендуется, как для благополучия дома, то этот именно псалом, который читает при опасности. При этом я серьезно утверждаю, что это полезно читать именно на иврите, там правильный ритм успокаивающий. Поверьте, это очень хорошо читается в таких ситуациях, и его как раз даже Сефер Шимуша Дхелием рекомендуют знать наизусть, ну, шесть стихов. Значит, для защиты. Вопрос. Тут есть один, и, если честно, то комментаторы, они колеблются вообще о чем, в какой ситуации Давид читает этот псалом. Он поет, когда ему, этот псалом поется, когда ему хорошо, этот псалом поется, когда ему плохо. Когда он избавился от опасности, в момент опасности. То есть, он, это псалом благодарности, или псалом попытка убедить себя в том, и пытается убедить себя, и он, или это такая просьба о том, что вот защитишь, помоги. Причем, вот замечу, это у комментаторов у разных, разное, по-разному подход. Есть Раша, есть Радак, не буду сейчас ходить, комментаторов, кто что по этому поводу. И вот здесь я хочу кое-что просто показать. Понятно, что первая часть, вот давайте я вот последовательно, первая часть, где пастух и герой, как бы, ну, овца, да, это ощущение человека, который живет ощущением дружбы с Всевышним. Давайте так. Всевышний защищает на всех пути. не может приключиться никакая беда, потому что он, у него такой друг. И вот здесь я хочу сделать одно замечание, которое просто очень хорошо поможет для его понимания. Кончается псалом словами, и я буду приходить в дом Гошем в течение долгого времени, долгих, ну, орхимим, в течение длинных дней или лет. И долгие годы я буду. Вообще, орхимим – это долгие годы, а не дни. Фокус в том, что, что имеется в виду под домом Гошема. Мы настолько привыкли, что байт Гошем, дом Гошема, это храм, что все время забывают, что у пророков, да и книга Псалма, Псалма, шатер Всевышнего и дом Всевышнего, это регулярно либо страна Израиля, либо вся Вселенная. Так у пророка Гошема, как оревный летит на дом Господень за то, что нарушает завет мой. Это на страну. И последний стих, как это ни странно, я буду возвращаться в дом Всевышнего, это не приду в храм, а буду приходить в гости к Всевышнему. Обратите внимание, вот теперь чуть-чуть спокойно, вот смотрите. Ты накроешь для меня стол, то есть герой приходит в гости к Всевышнему, наполняешь чашу мою полностью, блага, я в гостях, я напоминаю, часть говорит, потому что я в гостях, в этом доме меня преследуют всякие блага, и я буду в этом доме гостить долгие годы. То есть, вот здесь надо просто вернуться к контексту, и сразу вы поймете, что я буду возвращаться, вновь и вновь приходить в дом Хошема, это вновь и вновь я буду у него в гостях, а он будет моим хозяином. Вот переход, который здесь от того, что, вы знаете, у меня всегда было в этом псалме такое чувство, что герой вначале идет к Всевышнему, а потом приходят к нему в гости. Вот это вот описание путешествия в начале, где он описывает свою жизнь как жизнь овец, который пасут, да, который кончается тем, что он приходит в гости, и с этого момента он приходит на пир. Меня преследует только благая покровительность. для того, чтобы все-таки понять, почему этот псалом является псаломной защитой, я хочу сказать одну простую вещь. Есть известный мидраж в Кучимоне, который говорит следующее, что есть разница, если в заголовке стоит мизмор ладовид, или когда как в следующем псалме стоит ладовид мизмор, то есть вначале давид, а потом мизмор. Мизмор это песня, да, ладовид, мизмор, вот здесь именно так, вот, вначале давид, потом мизмор, а у нас здесь мизмор ладовид, вначале слово песнь, а потом давид. Медрэш говорит, что разница есть и существенно, и эту разницу приводят Рэши в своем комментарии к этому псалму. Мизмор ладовид, именно когда вот порядок слов, как в нашем стихе, вначале что он играл на музыкальном инструменте и пел, а потом на него пришел святой дух, то есть дух пророчества. Если как в следующем ладовид мизмор, то вначале на нем рога кодыш, а потом начинает играть на музыкальном инструменте. То есть разница она существенная между этими двумя псалмами, между 23-м и 24-м. В 23-м псалме вначале играет и пытается вызвать в себе связь всевышней. Пророческий дух руаха кодыш это установление связи с небесами. То есть этот псалм, вот теперь внимательно зачем все это рассказывают в медраше, они только кажутся просто так. этот псалм нужен и используется для того, чтобы его мелодика самого псалма, его текст протянул нить к небесам. Именно поэтому этот псалм защита. То есть его текст позволяет человеку самому попытаться установить связь с небесами. Именно в этом порядке, именно в эту сторону. Потому что следующий псалм, он в обратную сторону работает. При связи с небесами появляется этот текст. То есть он как бы неоперационный. по этому поводу. Вот теперь при такой постановке света мы видим, что это попытка уговорить к себя, попытка уговорить себя в надежде, что помощь будет обязательно всегда под крылом Всевышнего и это будет вот так. То есть все время вот это дружба и защита. По этому поводу еще раз вот помнить, что этот псалм позволяет установить связь с небесами. Я хочу заметить еще одно существенное вещь. Вот это шафте и долгие годы будут переходить проблему в том, что его переводить я буду много раз гостем у Всевышнего. Я, например, глубоко убежден в том, что это корень здесь не шинбейт возвращаться, а шинбейтав шаббат отдыхать, пребывать, отдыхать душой. Поэтому тогда, вот смотрите, начинается он с того, что в третьем стихе на Всевышева моя душа будет отдыхать, веселиться, окончается я буду отдыхать. Забота. Кстати, именно поэтому связь субботы именно вот это вот понимание слова в шафте с корнем шаббат и дагеш в таве для тех, кто знает иврите, это удвоение глаголом. То есть как бы шафт татти, но иврит библейский в таких случаях сплющивает два тава в один. Значит, то есть как бы вот ну вот вот так. Ну, по мне так это не, извините, но я много раз это говорил, и если считать, что слово религия, латинское слово, означает связь с Богом, связь с небесами, на самом деле, религия, установление связи, это понимание цирона, этого слова, то, собственно, религиозная связь здесь с Богом, оно именно через переживание, при этом желательное, желательное переживание, это чувство безопасности. Вот это религиозная сторона, когда мы под крылом Бога, безопасность. Но еще раз, я хочу просто подчеркнуть те стороны, которые, когда вы читаете, слово надо понимать. Первые четыре стиха это путешествие к дому, второе, вторая половина стиха мы пришли уже в гости. И там отдыхаем душой и в безопасности прибыльной. Ну, вот, это то, что я хотел рассказать про этот псалом. Я не думаю, что мне хочется сегодня рассказывать вам 24-й. Ну, вот, как-то так. Окей. Народ, есть ли вопросы? Значит, Таня, я отвечаю на вопрос. Только прочти, озвучи его, потому что, может быть, не все видят человека. Имеется в виду, что царь под домом Господь подрывает, что до него смерть будет возвращением домой. Вот, смотрите. Значит, что касается дома Гошема, то храма не было, но уже было в ну, этот самый жертвенник, большой жертвенник уже Гошемна, уже было все готово. То, что Давид упоминает регулярно дом Гошема, то регулярно как бы будущий дом Гошема. я хочу сказать, что понимает ли он, есть ли система смерти, и что смерть будет как пребывание в доме. Я не думаю, что это мысль этого псалма. Более того, это мысль это мысль не не дарится, я не думаю, что речь идет, что смерть будет местом покоения, хотя, конечно, можно есть есть мидраж, который говорит, что шестой псалом, где шестой стих делят пополам. Меня во времена моей жизни будет преследовать постоянно, будет преследовать благо и покровительство твое, и я отбуду мир, который хаоламшай кулы шаббат, мир, который весь суббота в доме Хасшама, то есть в мире грядущем лаорах ямем в течение всей оставшихся, ну, не жизни, а орах ямем это не жизнь уже, а всего оставшегося времени, вот так где-то. Есть такой взгляд на это дела, потому что как бы я буду пока жив под твоим прокровительством, а когда умру, так и останусь в твоем доме. Есть такой подход к нему, вы уверены, что я не уверен, что эту тему стоит, когда вы читаете для защиты, стоит ли в виду, я не уверен. То есть это можно иметь в виду, когда вы читаете его, но вот нужно ли я не уверен. Окей. Есть еще вопросы? Народ, если вопросов больше нет, я предлагаю на этом закончить, потому что сегодня у нас было некоторое двойное занятие, и концептуально мы разобрали этот псалом, поэтому правильно сегодня закончить. Окей. Соответственно, всем, кто участвовал в предыдущем занятии и плавно перешел в этот, и тем, кто присоединился сейчас, всем спасибо за участие. Соответственно, вопросы по первому занятию, по второму занятию, а именно пришло сообщение про это занятие, я вам напишу ссылку на телеграм. Ну да, я не видела ссылку на предыдущее занятие и пропустила. Ты не можешь мне его кинуть? Не-не-не, вступай в группу телеграм, там есть все, там есть. Ну я все, я видела в телеграме. Хорошо, все, секунду, дай я выключу записи. Спасибо.